Точно насадка? Грана насадка была. И без гранов? Там гранового не было? Не было, гранового. Ну, видишь. Добрый день, дорогие друзья. Вы на канале Рыбалка это жизнь. И сегодня мы поговорим о отличной насадке на плотву, на леща, на карася. Ну, я на него даже и карпа ловил. Это сало. Наш традиционный украинский наркотик. Ну, что я вам могу сказать. На сало классно клюет. Как его сделать, я вам сегодня расскажу. Подписывайтесь на канал, ставьте свои отзывы. Все, поехали. Ну что, вначале мы сало порежем. порежем на мелкие кусочки. Вот, смотрите. Какие получаются кубики. Больше я не делаю. Зачем? Там ротик у этой плотвы всего ничего. Вот она. Вот они, вот такие вот кусочки. Ну что, нарезал сало. Теперь я беру три баночки. Вот такие вот у меня баночки есть в доме, которые пустые. Помыл их, естественно. и теперь надо подписать. Вот это у меня будет анис. Это будет у меня валерьяна. А вот это будет чеснок. Потому что, в принципе, везде одинаковое сало. Только единственное, я его сделаю разных цветов. Так, теперь беру глицерин. Он продается в аптеке. Стоит недорого. Копейки. И этот глицерин разливаю на вот эти наши три бутылочки. В принципе, он весь и уйдет. Каждая бутылка на одну баночку. Все, пустая. И так еще в две нальем. Теперь я в каждую баночку высыплю свой цвет. Здесь будет оранжевый. Тут красный. Какой-то даже бордовый такой красный. а тут будет желтый. Все это дело сейчас помешаем. Все. Теперь что? Теперь добавляем запахи. Ну что, в первую баночку надо было положить чеснока. Хотел выдавить чеснок свежий. Кинулся. Свежего нет. Есть только вот такой у вас. Сухой. Ну а нам какая в принципе разница. Вы сухой можем всыпануть. Вот. Значит, эта баночка у нас будет с чесноком. Чеснок. вторая баночка у меня написано подписано валерьяна. Давайте сюда валерьянки тогда копанем. Думаю, что кот вокруг меня круги нарезает. Он валерьянку почувствовал. Так. Вторая баночка готова. Так. Третья баночка. Третью баночку я буду добавлять запах аниса. Это любимый запах и карася, и плотвы. Хорош. Хватит. Третья баночка готова. у меня было четыре баночки. А четвертая вот это будет меласса. Вот такая вот меласса гороховая. Почему гороховая? Потому что мы ловим на горох. Потому что мы карася карпа приучили к гороху. И тарань тоже ловится на горох. Поэтому четвертую буду заливать гороховую милосу. Она уже с запахом. Там больше ничего не надо. Ну что в итоге у нас получилось четыре баночки с разными запахами. Теперь осталось добавить только наш наркотик. И все. Ихайя настаивается. все. Ну что, друзья мои, вот мы и готовы к рыбалке. Уже, говорят, тарань пошла, поэтому анисовая, валерьянка, чеснок и еще миласа гороховая готовы ловить рыбку. А тарань уже, говорят, пошла, надо ехать ловить. Все, будьте здоровы, не хвастанье чешуи. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Встретимся на рыбалке!